Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». И сегодня у нас в гостях Надежда Соловьева, директор Центра здоровья «Доктор Преображенский». Здравствуйте, Надежда! Здравствуйте! Ну вот сейчас у нас наконец-то наступила весна, приближается лето, девушки стали активно задумываться над тем, как они выглядят, устремились в тренажерные залы, садятся на диету для того, чтобы сбросить лишние килограммы. Если можно, расскажите о современных методиках, которые существуют по снижению веса, и действительно ли реально за какой-то короткий срок сбросить пару-тройку лишних килограммов. В нашем центре используются современные психологические методики, безопасные для состояния здоровья, без диет, кодирования, гипнозов, иглотерапии. Кроме того, физические нагрузки тоже запрещены. Потому что если человек имеет избыточный вес, то при занятиях спортом нагрузка на суставы и на сердце, соответственно, возрастает. И это чревато тоже последствиями. Поэтому важно научиться грамотно использовать все продукты в рационе. Потому что, как правило, любая диета приводит к тому, что человек в дальнейшем срывается и съедает гораздо больше, нежели он кушал бы каждый день или в течение дня регулярно. И поэтому важно, чтобы человек научился понимать такие физиологические основы, заложенные с самого раннего детского возраста, что кушать нужно регулярно и абсолютно все продукты. Только это должны быть не перекусы, чем, собственно, вся современная молодежь и грешит. Да? Фастфуд. И получается из-за этого очень часто даже молодое поколение сейчас имеет лишние килограммы. И важно, чтобы научились не просто грамотно снижать и безопасно для здоровья, а научились сохранять этот вес. Поэтому методики используются, направленные на то, чтобы нормализовать обменные процессы. Это дыхательные техники проводятся. Проводится рефлекторная техника на сокращение объема желудка. Ну и техника рационального питания, потому что важно научиться все продукты в рационе использовать. И в дальнейшем эти привычки сохранить, закрепить. Вы сейчас рушите все стереотипы. Нам кажется, что чем больше мы будем потеть в тренажерном зале, чем больше будем себя ограничивать в чем-то, я имею в виду, в пище, тем виднее будет результат. На самом деле все совсем не так? Все верно. На самом деле это ложные такие мнения. Потому что когда человек занимается спортом, то мышечная масса наращивается, но жировая масса при этом практически никуда не уходит. Потому что если своевременно в организм не поступает необходимое количество микроэлементов, то организм начинает запасать. Это его защитная реакция. Так же, как и с диетой. Если регулярно человек не кушает продукты, то организм начинает замедлять обменные процессы, очень медленно расходует то, что ему дается. Но постепенно голод накапливается, начинается жор, человек срывается и съедает гораздо больше. Смотрите, к вам в центр приходит человек с лишним весом и говорит, хочу похудеть. Какие дальнейшие действия? Как часто ему нужно приходить в центр? Какие занятия, помимо дыхательной гимнастики, это мы поняли, что вообще там с человеком у вас делают, что происходит и какие результаты, как быстро они видны? В среднем снижение веса от 4 до 6 кг в месяц. Но здесь зависит все еще от состояния здоровья. То есть есть люди с серьезными достаточно заболеваниями, тогда их темпы снижения веса должны быть медленнее. Либо человеку просто нужно немного скорректировать вес. У него нет огромного веса, это всего лишь 3-5 кг. И с этими трудностями тоже можно к нам обратиться. Для начала всегда проводится тестирование для определения скрытых причин набора веса, потому что все скроется именно в том, из-за чего этот вес набрался. То есть мы лечим не симптомы ожирения как таковой, а те причины, которые к этому ожирению приводят. И которые впоследствии дают нагрузку на состояние здоровья и заболевания. Поэтому на первичной консультации она проводится у нас бесплатно. Проводится диагностика состава тела, чтобы проанализировать, сколько жировой, мышечной ткани, жидкости в организме. И в дальнейшем контролировать темпы снижения веса. Они должны быть безопасными и неинтенсивными. Кроме того, по состоянию здоровья тоже смотрим, чтобы не было противопоказаний. Есть ряд заболеваний, при которых мы бессильно помочь. И сопровождение у нас происходит в течение полугода. Для того, чтобы не просто снизить вес, а научиться его сохранять. То есть научиться менять свой образ жизни, свои стереотипы поведения. Научиться грамотно вести себя и в гостях, и на отдыхе. Не отказывать себе во вкусной, хорошей пище. Научиться грамотно себе составлять свой рацион. И занятия у нас проводятся и в групповой форме, и в индивидуальной форме. Поэтому здесь можно будет уже ориентироваться из запроса человека. Кто чаще всего к вам обращается? Мужчины, женщины? И насколько действительно у них существует проблема? У нас же очень многие, особенно девушки, склонны придумывать себе лишний вес. На самом деле чаще обращаются женщины. Но и среди мужчин имеется очень большое количество полных. Особенно те, кто любит пиво и злоупотребляет этим. Из-за этого пивной живот – это основное место для скопления жировой массы. Но чаще всего, конечно, обращаются девушки, женщины. Те, кто уже имеет достаточно большой вес, и это отражается на состоянии здоровья. Гораздо меньше обращаются относительно стройные люди, которые просто, глядя на своих знакомых, говорят, я тоже хочу все кушать, и при этом иметь абсолютно стройное тело. Но и самое главное – это чтобы была гармония между головой и телом, чтобы осознание и понимание. И поэтому абсолютно не важно, кто это будет обращаться к нам. Молодые люди, мужчины, женщины, девушки. Важно, чтобы каждый человек понимал, что с этим весом он не хочет жить, что это действительно дает нагрузку. И стремился к тому, чтобы жить в гармонии со своим телом. Как понять, что у тебя действительно лишний вес? Существует множество каких-то формул, да, вычисления оптимального веса для человека. Ну, вы как специалист могли бы сказать, как же правильно рассчитать, вот сколько килограммов я должна весить? На самом деле мы своим пациентам говорим, что идеальный вес – это когда вам комфортно физически, комфортно в своем теле, морально, ну и еще без нагрузки на состояние здоровья. На самом деле у нас проводится как раз на первичной бесплатной консультации диагностика состава тела, которая позволяет определить минимальный вес, безопасный для состояния здоровья человека, а уже в процессе снижения веса каждый сам определяет, в каком весе ему комфортнее. И на этой цифре фиксирует вес. Насколько я понимаю, в вашем центре и какие-то такие психологические консультации проводятся, да, то есть вот психология-то тут при чем? Мы всегда считаем, что наш вес – это чисто физиология. Дело в том, что в нашем мире сейчас очень много стрессов, да, и это не может не отражаться на состоянии здоровья человека. Очень много появляется психосоматических заболеваний. И, кроме того, человек не знает, как работать со своими стрессами, как грамотно себя в этом состоянии вести. Кто-то в состоянии стрессовых ситуаций совсем не ест, а кто-то заедает активно. И в результате это приводит к тому, что постепенно начинает набираться вес. И когда человек научился грамотно понимать, какие чувства и эмоции стоят за аппетитом, научился понимать, что если я своевременно поем, то у меня будет сила справиться с той или иной сложившейся ситуацией. А если, получается, организм голодает, и так стресс, да еще и дополнительный стресс ему добавили, то это выливается либо в какое-то психосоматическое заболевание, либо в какую-то другую зависимость. И очень важно вот эти зависимости проработать, не допустить их. Это может быть и шопоголизм у кого-то, у кого-то это пищеголизм. То есть зависимости очень разные. И психология как раз позволяет научиться человеку изменить качество своей жизни. Если вы хотите узнать более подробную информацию, то можно позвонить в наш центр по телефону 510842, и специалисты центра проконсультируют по всем необходимым вопросам. Надежда, спасибо большое, что вы к нам сегодня пришли, рассказали. Я думаю, что сегодня очень многие обрадовались, узнав, что можно все есть, особо не утруждать себя физическими нагрузками, и при этом отлично выглядеть. Надеюсь, что, даже не знаю, пожелать вам больше клиентов или меньше, но в любом случае пусть все, кто к вам обращаются, уходят преображенными. Спасибо. Нам главное – качество, поэтому за количество мы не гонимся. Важно понимать, что мы действительно помогли человеку снизить вес и жить в гармонии со своим телом. Ну что ж, на этой оптимистичной ноте наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи в новых выпусках. Редактор субтитров А.Семкин